Семинары по повышению квалификации специалистов, например, школьных учителей – дело обычное. Но вот если вы преподаете музыку, а к тому же играете на духовых инструментах, то тут все идет вопреки привычной логике. Звук – пусть и физическое явление, но открытий в этом искусстве давно не происходит. Впрочем, и здесь есть свои невидимые тонкости, о которых мурманским специалистам рассказал Иван Васильев, музыкант и преподаватель Санкт-Петербургского института культуры. По сложным списке преподавателя музыкального вуза сплошь джазовые рок-группы. Но больше всего Иван Васильев известен благодаря работе с Юрием Шевчуком. В составе ДДТ он бывал и в Мурманске. Ну а теперь почти полностью посвятил себя преподаванию и собственным проектам. Например, на сегодняшнем семинаре он учит состоявшихся деятелей культуры, заставлять детей делать то, чего им не хочется. Конфетки. Так просто? Да. Может быть, какие-то приемы? Две конфетки. Ну, не, ну в любом случае это кнут и пряник, естественно. Любое заставление, это... Любое заставляние, это... Надо заинтересовывать, конечно же. Заинтересовать будущих музыкантов в профессии, если такие вообще дойдут до среднего звена профессионального образования, та еще задача. Преподаватель Мурманского колледжа искусств Андрей Крупский сегодня сам за партой. По его словам, большинство учеников просыпается только к последнему курсу. Виной всему низкий поток, брать приходится всех подряд. Да и денежную профессию исполнителя не назовешь. Таких специалистов, конечно же, у нас нет, как Иван. Но он музыкант, вверх, высшего класса. И музыкант, и исполнитель, и аржировщик, и композитор. Он много дает в плане и композиции, и аржировки, и импровизации. Просто вообще не очень приятный такой интересный человек. Больших зарплат и премий первые лет 10-15 вообще может не быть. Да и все это время придется работать на износ. Делится опытом питерский гость. Ты либо любишь свое дело, либо выбираешь другую профессию. Не все участники семинара согласны с таким подходом. Наверное, поэтому вопросов задавали много. И в том числе технических. По секретам исполнения и практики репетиций. Вчера был один пример, чисто такого, скажем, импровизационного варианта. Поиграл Иван на трубе. Все здорово, понятно, все в манере, так сказать. Хорошая, классная импровизация, чистая импровизация. Нету лишних нот. Ну и пианист как бы был подстать. А в большей степени, конечно, была беседа такая, скажем, диалог. Многим было интересно и то, как развиваются эстрадные школы и духовые оркестры в Питере и Москве. Всего же обучение рассчитано на два дня. Следующий этап повышения квалификации уже будет дистанционным.